И последнее. Сегодня столица республики отмечает 385-летие. Один из старейших городов Сибири и Дальнего Востока. За эти годы прошел долгий и сложный путь развития и стал самым динамично развивающимся городом. Несмотря на климатические условия, Якутск лидер по воду, жилья и социальных объектов. Сюда приезжают работать и остаются жить не только якутяне, но и жители других регионов России. А сами горожане трудятся династиями. Сегодня в городе официально зарегистрировано более 320 тысяч человек. И знаменательная дата – повод поговорить о том, что сделано за последние годы. В каком направлении развивается город и довольны ли сами горожане его обликом и условиями жизни, выясняла Марьяна Кутукова. Город Якутск встречает свой юбилей с положительными переменами. Все эти годы он развивался, строился и процветал. На глаза бросаются новые высотки, тротуары и дороги. Возводятся памятники и сносятся старые деревяшки. В этом году масштабные ремонтные работы начались в дворовых территориях. Якутск впервые стал участником проекта по созданию городской комфортной среды. Город по-настоящему становится комфортным. Одним из примеров является озеро Щерса. Очень рады. Все с детишками приходят, пожилые люди. Одно из таких мест стало, одно из самых любимых для горожан мест, парка стало. Совсем недавно эта территория была безликой. А сегодня горожане здесь кормят уток, лебедей и фотографируются на фоне нового стрит-арта. Национальный колорит на фасадах домов украшает Якутск не в первый год. Впервые эту идею специально к играм «Дети Азии» воплотили в жизнь якутские художники. А в этом году свое видение Якутии в новых рисунках показали иностранцы. Жил до этого в другом городе. И вижу, что Якутск идет ногу со временем. Развивается как раз в сторону культуры. И вот то, что сейчас появились такие стрит-арты по городу, это очень хорошо. В эти дни в столице стартовали праздничные мероприятия. Уникальная инсталляция сердца украсила сквер матери. Композиция олицетворяет символ семьи, вечной любви и верности. Сегодня на аллее молодые семьи посадили свое первое семейное дерево. Сегодня же прошел фестиваль ухи, который собрал настоящих ценителей рыбных блюд. На территории этнографического комплекса усадьбы Атласовых повара представили оригинальные блюда из рыбы. В приготовлении ухи состязали семь команд. Всего было представлено три номинации. За лучшие вкусовые качества, за оригинальное оформление и за лучшую презентацию. Каждая команда готовила блюда по собственному рецепту. Кто в кастрюле, кто в котле. Гости фестиваля насладились отменной ухой. Попробовать уху, изготовленную участниками конкурса, могли все желающие. Сегодня мы принимаем участие в конкурсе фестиваля ухи. И представили свое блюдо, нестандартную уху с грибами, которая была приготовлена из чиро и нельмы. У нас она лучшая, потому что она идет с нашей реки. То есть экологически чистая рыба. Экологически чистые продукты, грибы, картошка, да, все сезонное, все натуральное. А завтра горожан и гостей столицы ожидает насыщенная программа, состоящая из 40 мероприятий. Венцом юбилейного торжества станет праздничный фейерверк, который состоится в 10 часов вечера у памятника Петру Бикетту. Марьяна Тарасова, Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, Семен Афанасьев, Якутия. День за днем.